Однобокая оценка событий, происходившим по всей стране 23 января текущего года. Это говорилось сегодня, а также с первых трех каналов телевидения в рамках, наверное, лучших традиций геббельсовской пропаганды о том, что в этих акциях массово принимали участие дети. Вы откуда знаете? Откуда вы за это знаете? Посмотрели эту пропаганду? А я был там, я не видел там детей. Не было там детей, понимаете? Да, там было много студентов. И почти все участники в возрасте от 20 до 35 лет. Но это нормально. Студенты всегда были движущей силой любых общественных изменений. Это нормально. Теперь что касается того, что акция была якобы не санкционирована. Что вообще за слово такое? Санкционирована, не санкционирована. Где оно в нашем законодательстве есть? В нашем законодательстве любая публичная акция носит уведомительный характер. То есть организатор подает уведомления и проводит. Он не обязан истребовать разрешение у органов, санкции какой-то у органов эксплуатации. Вы что себе там возомнили вообще? Статья 31-я Конституция обеспечивает свободу собраний. Нашей Конституции, даже обновленной, обнуленной Конституции. Я уже не говорю про Конвенцию о защите прав и свобод человека. Еще в 50-м году было принято. Тогда еще политики, эксперты, главы государства решили, что необходимо обеспечить людям право на свободу выражения, мирно собираться. Но, к сожалению, в России 21-го века решили вернуться к архаичным порядкам и запретить мирно собираться. К чему это привело в первой половине 20-го века? Мы знаем. К трем революциям. И раньше-то было согласовывать эти акции очень сложно. Я как житель Некрасовки могу сказать, что неоднократно пытался проводить митинги просто за чистый воздух. Против выбросов мусоросжигательного завода. Нам ни разу не согласовывали митинг Некрасовки. Ни разу. Единственный раз мне это удалось добиться через Лефортовский суд. Путем признания незаконным отказа префектуры Ювау. Во все остальные разы нас отправляли в Сокольники. То есть мамам с детьми, которые дышат этим воздухом, в первую очередь пенсионерам, им предлагалось на автобусе на двух ветках метро из Некрасовки ехать в какой-то загон в Сокольниках и там рассказывать о том, что в десятках километрах отсюда дымит МСЗ-4. Это ненормально. Это вообще убивает всякое право собираться мирно. Оно делает его невозможным, нереализуемым. Так мало того, постановлением Конституционного суда от 2013 года констатировалось, что законодателю необходимо обеспечить и законодателю и органам власти в каждом районе, в каждом районе площадки для проведения митингов. То есть в каждом районе человек, поликлиники нет, детского сада нет, он имеет право выйти на улицу, на митинг. Это право его предусмотренной Конституцией и закрепленной Конституционным судом. Но 5 марта прошлого года мэр Собянин взял и отменил это право. Он запретил собираться, он запретил людям говорить о своих проблемах. Запретил мирно собираться. Естественно, после этого городской комитет КПРФ неоднократно, более 10 раз, насколько мне известно, подавал уведомления о проведении митингов. Везде отказ. Даже в автопробеге отказали под предлогом ковида. Ковида-бесие. В автопробеге. То есть каждый в своей машине сидит и ездит. Даже в этом отказали. О чем вы говорите? Всем очевидно, что вы просто боитесь. Это боязнь Единой России, вашего воровства. Того, что вы обокрали страну, то, что вы не дали этой молодежи, которая сегодня выходит будущего, вы не дали ей перспектив. Естественно, люди и выходят. То, что сейчас нужно же делать, это освободить всех политических заключенных. Чтобы люди вышли, высказали свои требования и вступить с этими людьми в диалог. Людям затыкать рот не надо. Нужно внимательно слушать и исправлять все то, что еще можно исправить. И не допустить ошибок в будущем. У нас вообще в стране люди, в принципе, терпеливые и терпят очень долго. И мы с вами прекрасно видим, сколько законов антинародных принимается. А люди терпят, терпят. Но однажды терпение заканчивается. И случается страшный бунт. Если людей не выслушивать, если не анализировать, не искать причины, почему люди того же 23 числа были готовы выйти и рисковать жизнью. Не надо тешить себя иллюзией, что это дети, это вмешательство, это провокация, ничего подобного. Не дети, а умные, грамотные, здравые люди вышли. Никакое не вмешательство. И вышли в большей степени, большая часть даже не за конкретно Алексея Навального. Это поводом стал этот выход. А причины другие. Проанализируйте эти причины. Как живут люди? Люди идут, потому что неподъемные кредиты. Потому что люди потеряли работу в этот коронакризис. Бизнес у многих закрылся. Там люди, обычные, москвичи наши с вами, избиратели, которых просто достала та несправедливость, которая есть. Их нужно услышать. Им нужно дать спокойно выйти. Право Конституции зачем предусмотрено на выход мирный? Как раз, чтобы выпустить пар. А людей бить, сажать по УВД, политически репрессировать одного за другим, начиная с Шереметьево, Навального, Левченко и всех остальных. Не нужно. Нужно просто заботиться о людях. И уж у единой России, у партии власти. Для этого есть все ресурсы, средства, возможности. Хотите мирного устройства страны? Ну так услышьте людей. А путь репрессий, пожалуйста, уберите. В чем причина произошедшего в выходные? Ну самая главная причина, на мой взгляд, это полное отсутствие ответа власти на сущность обвинений. И даже то, что потом было уже после этого сказано, нет, нет, дворец не мой. Но тогда возникает вопрос, а почему там охраняет ФСО, откуда бесполетная зона? Если это частный дворец, то это коррупция в виде того, что госорганы охраняют частных бизнесменов. Если это не бизнесмены, а все-таки того человека, которому это приписывается дворец, то тогда это тоже коррупция, потому что заработать на такой дворец нельзя за всю жизнь. Честными способами. И на эти вопросы ответов нет. И нужно понимать, что в происходящих событиях власть виновата сама. Потому что нужно просто дать прямой, честный ответ своим гражданам. Что это и как это возникло. И от этого разговора уходит. Что касается, собственно, отношений с правоохранительными органами. Все мы ценим работу тех сотрудников правоохранительных органов, которые действительно постоянно занимаются защитой нашей безопасности, ловят преступников. Давайте поймем, что избиениями на улицах занимаются совсем другие люди. Росгвардия, второй оперативный полк. Люди, которые, ну, по-моему, кроме этого почти ничем не занимаются. Это моя личная оценка. Но практика, к сожалению, такова. Чем закончилось избиение в Санкт-Петербурге, где женщину ударил полицейский в живот. Извинениями? А где уголовное дело, которое обещали, собственно, по горячим следам? И должно быть оно. Потому что если одна сторона противостояния будет наказана, а вторая за гораздо более тяжкие преступления, в виде злоупотребления полномочий, в виде насилия со стороны органов власти, будет оставаться безнаказанной, это будет вызывать гораздо большее раздражение. И потом не надо будет искать там иностранных агентов, которые подзуживают. Эти иностранные агенты уже среди вас. Они покрывают преступников в погонах. Ну, и одна из еще более, наверное, важных причин этих столкновений, это тотальный запрет публичных массовых протестных мероприятий. У нас за последний год, по-моему, ни одно протестное мероприятие не согласовано. У нас обнуление Конституции – все, полный запрет на любую массовую активность. При том, что могут проходить спортивные мероприятия, другие мероприятия, но политику ни в коем случае. Так власть сама, сама создает все эти вещи. Создает именно этим беспределом. И, к сожалению, ни правоохранительные органы, ни юстиция в эти вопросы не вмешиваются. Я считаю, что эти вещи не могут быть предметом молчания. На это необходимо реагировать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok